Во Франции сегодня открывается 49-й международный авиасалон «Ле Бурже», крупнейшая в мире авиационно-космическая выставка, которой уже больше 100 лет. Нынешний салон приурочен к полувековому юбилею первого полета человека в космос. В этом году в центре внимания развитие инфраструктуры аэропортов, обслуживание самолетов, а также новейшие технологии и методики обучения экипажей. В «Ле Бурже» приехало более 2000 специалистов из 44 стран. Один из крупнейших стендов — российский. На территории в 1500 квадратных метров будут представлены новейшие образцы отечественной авиатехники военного и гражданского назначения, в том числе пассажирский самолет «Сухой Суперджет-100» и самолет «Амфибия Бе-200». К этой минуте у меня все. Очередной выпуск «Вестей» уже в середине часа. Всего доброго и до встречи. На один стратегический объект в области станет больше. Через несколько часов в Копейске откроется насосная станция. Ее запуск улучшит водоснабжение поселков Потанино и Горняк. Добавлю, что первоначально пуск насосный был намечен на конец 2010-го. Почему объект не сдали вовремя? Новоиспеченные сельские жители. Сегодня 19 выпускников медакадемии отправятся на работу в Южноуральскую глубинку. Местные депутаты решили поддержать молодых специалистов. Как расскажут наши корреспонденты. Новые места для малышей. Сегодня в Еманжелинске начнется строительство детсада. В нем смогут разместить 140 маленьких горожан. На Южном Урале стартует реалити-шоу. Почему местом съемок был выбран национальный парк Токанай и какие испытания приготовили для участников. По сведениям центра ФОБОС, Москве плюс 23-25 градусов. Дождь. В Санкт-Петербурге до 19. Тепла, осадки в виде дождя. В Екатеринбурге 17-19 выше нуля. Возможен дождь. В Магнитогорске 19-21 со знаком плюс. В Ашет до 23-х тепла. Малооблачно, небольшой дождь. В Челябинске плюс 15-17. Осадки маловероятны. Здравствуйте. Здравствуйте. На телеканале «Россия. Главное утро страны» с вами в начале нового дня и новой рабочей недели Ирина Муромцева и Владислав Завьялов. Собираемся настроить вас на рабочий лад, а для этого уточним, к чему готовить себя на этой неделе в смысле погоды. Но невзирая на погодные условия, ученые всего мира ищут способы победить глобальное потепление. Эксперты ООН, к примеру, предлагают защитить Землю от губительных лучей Солнца с помощью гигантских зеркал, которые разместят на орбитальных спутниках. Зеркала должны будут отражать свет обратно, в космос. Правда, о размерах пока не уточняется. И также специалисты предлагают выращивать светолюбивые культуры, распылять морскую воду в облаках для создания отражающего эффекта. Раскрашивать улицы, крыши домов в белый цвет. Машины, наверное, менять черный на белый. Есть совсем оригинальное предложение. Высасывать парниковые газы из воздуха и закачивать тепло в океаны. Правда, ученые признают, что не знают пока, чем может обернуться применение всех этих технологий. Так что, скорее всего, исследования будут продолжаться. А вот прогноз погоды на ближайшую неделю уже готов. Все подробности у ведущего специалиста Центра погоды в области Елена Волосюк. Здравствуйте, Елена. Судя по всему, мы вступили в полосу дождей. Вот вопрос в том, не затянутся ли на всю неделю или там еще дольше. Ну, не стоит этого бояться, потому что, пожалуй, больше всего не повезет жителям северо-западных областей нашей страны. Да и то, собственно, только сегодня. А всем остальным дождей перепадет значительно меньше. Столько, сколько положено. Ну, я думаю, что да. Скорее всего, мы будем говорить... Жизнь полосатая только в центральном регионе, да? Итак, как я уже сказала, определенными погодными аутсайдерами можно считать жителей северо-западных областей страны, куда сегодня выходит циклон. А вот атмосферные фронты этого циклона, пересекая центральные области страны, дотянутся и до южных областей России. Повсеместно пройдут дожди, прогремят грозы. Они несколько снизят температуру в середине недели. В центре страны, как я уже сказала, в середине недели плюс 20-25, на юге 22-27. Но этого похолодания бояться не надо, потому что уже ближе к выходным вновь потеплеет в центральных областях до плюс 25-30, а на юге и до 30-32 градусов. А вот с северо-западной области сегодня им придется пережить самый пасмурный, ненастный и прохладный день плюс 16-21 всего. Начиная со вторника дожди приобретут локальный кратковременный характер, а показания термометров прибавят лишь градус другой. Зато в последний день рабочей недели юго-западные ветры принесут сюда очень теплый воздух. И хотя опять-таки возрастет вероятность грозовых ливней, но уже столбики термометров поднимутся до плюс 23-28 градусов. По Волжье сегодня и завтра жара 25-30. Грозовой фронт подойдет сюда лишь в среду. Загремят грозы, они снизят показания термометров, хотя и не так сильно, как в центре России, потому что практически везде будет не ниже плюс 23-28 градусов. Что же касается Урала, то северный и полярный Урал будут находиться под влиянием арктического антициклона. Здесь без осадков и тепло. Вы посмотрите, 25-30 градусов. А вот средний и южный Урал под влиянием атмосферных фронтов. Дожди и грозы практически ежедневно. Но не холодно. 21-26, а концу недели 22-27 градусов. Широтный перенос воздушных масс, который установился над европейским континентом, добрался и до Сибири. Эти теплые воздушные массы не пропускают арктический антициклон, останавливая его на севере региона. Здесь в условиях незаходящего солнца воздух прогревается до 17-23 градусов. А вот по югу везде кратковременные дожди, грозы местами сильные. И температуры достаточно высокие. 22-27, а местами и на градус теплее. Дальний Восток тоже под влиянием атмосферных фронтов. Погода неустойчива. На территории Хабаровского края основное ненастье придется на середину недели. Здесь в среду зарядят дожди. Они снизят показания термометров до 18-20 градусов. А вот начиная со второй половины недели дожди прекратятся и воздух будет прогреваться до 22-27. В Приморье картина обратная. С начала недели хорошая теплая погода. К концу недели с континента сюда выйдет циклон. Он принесет мощные поля облаков, зарядит дожди. Они резко снизят показания термометров. Плюс 15-20. Это все, что я могу им предложить. Хорошо, что нет измеряющей жары. Ну, не везде. Ну, это все терпимо. А вообще меня тянет в зону, как вы сказали, незаходящего солнца. Да где ж такая зона? Петербург, Белая ночь. А, ну, поясню. Все хорошо, только там сейчас мошки много. Ну, это можно пережить. Спасибо большое, Елена. О погоде на этой неделе нам рассказал ведущая специалист Центра погоды по области Елена Ласюк. Да, молодцы, да. Елена.